МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чрезвычайная ситуация на канале Беларусь4. Убийства, наркоторговля и коррупция в центре нашего внимания сегодня. Через мельчайшие частицы и, на первый взгляд, ничтожные косвенные улики мы покажем большую работу следователей по особо важным делам. След. Название нашего сегодняшнего выпуска. А посвящен он последним, наиболее громким делам управления Следственного комитета по Гомельской области. А начнем мы с особо тяжких материалов. Житель Лельчиц поехал в Житковичи продавать свою машину и бесследно исчез. Множество версий догадок. Начавшиеся правоохранителями поиски выявили двух жителей Лельчиц, которые, возможно, причастны к пропаже человека. Прямых улик на этих людей – ноль. Исследовали автомобиль одного из подозреваемых. Машина после чистки и мойки не оставляла шансов следователям. И все-таки в одной из потаенных ниш нашли маленькое пятно крови. Эксперты подтвердили – кровь пропавшего мужчины. Сильнейшая улика. И тут подозреваемые начали понемногу раскрывать картину страшного преступления, давать признательные показания. Один из них согласился указать место совершения преступления, где именно были нанесены смертельные ранения нашему потерпевшему, а также место, где они спрятали тело потерпевшего, его труп. Наступило уже ночное время. То есть использовались возможности нашей передвижной кремлаборатории. Это место было исследовано. С помощью лодки, тралов, магнитов привлекались водолазы. И несмотря на то, что в реке довольно сильное было течение, эти орудия преступления были обнаружены. И вот все эти доказательства в комплексе, в комплексе, они принесли положительный результат. Суд признал их допустимыми, достоверными, достаточными. В любом расследовании изучается множество версий одновременно. Изучаются зачастую тысячи улик. По каждой из них может быть назначено по десятку экспертиз. Количество допросов свидетелей и всевозможных подозреваемых может доходить до нескольких сотен. Таким образом, расследование – это огромный массив работы, растянутой во времени. Есть основания предполагать, что вот это лицо имеет отношение к преступлению. Это лицо в категорической форме заявляет, что я не совершал, кто совершил – не знаю, и я находился в это время в другом месте. А когда, к примеру, мы осматриваем автомашину, она замыта, прошло несколько дней. Явно видно, что подтерта. Но когда фактически с лупой во все пазы, швы следователь залезает и находит ту маленькую пятнышко крови, она говорит о том, о том генетике нам говорят, что это кровь потерпевшего, погибшего, вот тут уже возникает очень большой вопрос к человеку. И это уже существенное доказательство. В первой половине этого года на Гомельщине по особо тяжким преступлениям зафиксирован рост почти на 14%. В абсолютных лидерах по количеству этих преступлений Мозырский и Речицкий районы. Специалисты Следственного комитета отмечают, что подавляющее большинство убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Не менее примечательным кажется и тот факт, что полностью свою вину даже при неоспоримых железобетонных уликах признают лишь единицы. Зачастую не признают вообще свою причастность. Очень часто выдвигают свои версии произошедшего. Объясняя, начиная с того, что это вовсе не я на человека напал, а он на меня напал и нанес ему всего лишь один удар кулаком в лицо или там одно ножевое в ходе самообороны. И потом, когда уже нарабатываешь, ну как же так, есть очевидцы, и ножевое, ну никак не одно, а их полтора десятка. А как же самооборона, если потерпевший трезвый, абсолютно адекватно характеризуется, и, как говорится, мухи не обидит. А вы буквально за несколько минут до этого разгромили магазин и прохожим дали, троим по лицу избили. Один из главных выводов, который лично я вынес из общения со следователями по особо важным делам таков. Всегда в криминальной статистике будут убийства. Их невозможно свести к абсолютному нулю. Другое дело, что есть простой способ не оказаться по ту сторону тюремной или кладбищенской ограды, не пить, что попало, избегать сомнительных компаний. Впрочем, истина эта стара как мир. Принципиально новый вызов общественной безопасности это наркопреступность в глобальной информационной сети. Огромные деньги и полная правовая безграмотность затягивают в эти сети все больше молодежи. Счет по калеченным судьбам уже пошел на сотни. И вот несколько последних примеров. В целом, схема простая. Она основана на компьютерных технологиях передачи информации. Вначале общения в соцсети, потом на специальном тематическом сайте, затем реальные задания и оплата. При этом, впоследствии, вознаграждение может быть выражено не только в денежных единицах. Прежде всего, в реальных сроках лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование уголовного дела в отношении семейной пары из города Речицы, которые организовали интернет-магазин, специально предназначенный для торговли в городе Речицы, в городе Светлогорске, особо опасными психотропными веществами. Данный интернет-магазин просуществовал недолго. Правоохранительными органами данная преступная деятельность семейной пары была достаточно быстро пресечена. На иждивении у родственников осталось двое малолетних детей. В другом деле, уже в Гомеле насчитывается почти десяток главных фигурантов, младшему из которых на момент предъявления обвинений было всего 13 лет. Примечательное и то, что лично они все познакомились лишь на следственных мероприятиях, а заодно узнали, что все они входят в состав организованной преступной группы. От это наказание серьезнее и пятно на биографии жирнее. Есть такой сайт LegalRCBiz. Через данный сайт все проходят интернет-магазины. И на этом же сайте был зарегистрирован вот этот эксклюзив TodayGG. Все потребители, они выходят на данный сайт, им рассказывают, куда им дальше зарегистрироваться, как общаться. Потому что это все конфиденциально, с паролями. Наш оптовый курьер, он приехал сюда с конкретной задачей наладить сбыт особо опасных психотропных веществ. На сегодняшний день установлено примерно пять сотен адресатов, которым удалось сбыть спайс в Гомеле. В основном это подростки, рядовые потребители отравы. Кстати, очень многие из мелких наркокурьеров также начинали с употребления психотропа. А потом стали его же распространять. Часть оставляя себе. По линии наркоконтроля за первые шесть месяцев на Гомельщине зарегистрирован шестипроцентный рост. Всего с начала года было зарегистрировано более 700 преступлений этой направленности. Для информации, рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств продолжается уже несколько лет к ряду. Анализ материалов уголовных дел, которые расследуются в отделе, показывает, что несовершеннолетние, соглашаясь на противоправную деятельность по распространению наркотических средств и психотропных веществ, зачастую не понимают, что они вовлекаются в деятельность организованных преступных групп. И, следовательно, ответственность за это увеличивается. Многие наивно полагают, что разместив в тайнике психотропные вещества один или два раза, они получат незначительное наказание в случае их задержания. А значительная их часть вообще уверена, что их невозможно будет улечить в противоправности их действий. На самом деле это далеко не так. Интернет-магазин «Легал РЦБИС» прикрыли после нескольких месяцев его работы. Полностью перекрыть доступ к сайту с форумом для распространителей и любителей психотропов невозможно. Да, гомельская ветка этого виртуального ресурса с реальным россиянином во главе прекратили свою деятельность. Главные фигуранты дела заключены под стражу, но перекрыть поток отравы правоохранители пока не могут. Главные координаторы этого наркобизнеса находятся далеко за пределами Беларуси и вычислить их пока невозможно. В коррупционных делах все так или иначе завязано на служебных полномочиях преступников. Более того, этому недугу подвержены все сферы народного хозяйства, без исключения. Так утверждают в управлении Следственного комитета, хотя уточняют, что наибольшее число приходится на промышленный сектор. Его кооперация с частным бизнесом и иностранными партнерами, по мнению правоохранителей, сегодня вот это самая благоприятная среда для коррупционных преступлений. Речь зачастую идет о различных формах взяток, откатов за заключение контрактов и их же выполнение. Явчайший пример может являться уголовное дело, недавно оконченное нашим отделом с направлением суд в отношении должностных листов Рогачевского мощного консервного комбината. Там была разработана целая схема, по которой должностное лицо получало по одному центу с каждого вагона отгруженной продукции и по 100 долларов, 150 долларов за экспедицию каждого вагона. Сумма взяток за небольшой период времени, сумма денежных средств, к счастью взяток, в общем, превысила 120 тысяч долларов. Самое интересное в данном уголовном отделе, что следственные действия проводились не только на территории Республики Беларусь, но и на территории Казахстана, Российской Федерации, Украины. Нечто похожее было и на Жловинском БМЗ, где под видом лома цветных и черных металлов возился мусор. Схема была реализована при участии ряда должностных лиц Белорусского металлургического завода и их российских партнеров. Несмотря на очень сложную схему организации поставок и документа оборот, причинить ущерб не удалось. Первая же поставка псевдомусора на БМЗ была предотвращена при участии КГБ. Но если такие гиганты, как БМЗ, всегда под пристальным контролем правоохранителей и спецслужб, то одного из руководителей Чечерского района проглядели. Три года подряд зампред райисполкома улучшал свои жилищные условия за счет государства. В настоящее время находится перед суд в отношении заместителя председателя Чечерского района исполнительного комитета. В основном, что те коррупционные моменты, которые связаны с чиновниками такого ранга, это используют свои должные полномочия в своих целях при, в данном случае, расслабленном полномочии, это при строительстве дома. То есть и люди, подчиненные по службе непосредственно этому руководителю, использовались без оплаты труда на качестве подсобных рабочих, а состроительных, и техника, и какие-то материалы без производства следующей оплаты. За последние 4 года, с момента создания Следственного комитета Республики Беларусь, в производстве гомельского подразделения находилось почти 100 тысяч уголовных дел. 128 миллиардов неденоминированных рублей в этот период составила сумма возмещенного ущерба. Наложено арест на имущество виновных оценочной стоимостью почти 150 миллиардов рублей. В первом полугодии 2016 года к ответственности привлечено около 600 должностных лиц. При этом общее число преступлений только коррупционной направленности составило 274. В первом полугодии совершено 34 убийства, 55 тяжких телесных повреждений и 334 хулиганства. В порядке ускоренного производства следователями завершено почти 30% всех уголовных дел. С целью обеспечения эффективной деятельности Следственного комитета и Гомельского управления в частности нами ведется активная работа по подбору молодого поколения. То есть мы работаем с вузами, в том числе и гражданскими. Безусловно, активно ведется работа и по обучению молодого персонала, который у нас составляет практически более 10%. Я думаю, что это одна из составляющих залога нашей успешной работы. В части материально-технического обеспечения у нас налажено должное взаимодействие с нашими областными структурами, которые нам отчасти оказывают необходимую поддержку. Идет финансирование и из бюджета через центральный аппарат. В правоохранительной системе нашей страны, как мне видится, следователи – это своеобразная интеллектуальная элита. Ведь мало используя силовые или административные методы задержать подозреваемого. Главное – собрать неопровержимые в глазах общества и правосудие доказательства. И вот здесь нашим следователям, судя по вышеописанным материалам, предстоит еще очень много работы. Пожелаем им успехов в этой государственной значимости работе. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова